Житель Первоуральска получил тяжелую производственную травму на стройке, но не может добиться компенсации и оплаты больничного от работодателя. В строительной компании заявляют, что мужчина у них не работал. Со сторонами конфликта и юристами пообщались наши корреспонденты. Здесь вот у меня 6 зубов не хватает, а здесь 4 и сверху. Тут 3, тут 2 по-моему. Собранная по частям челюсть и большой шрам на шее. Следы несчастного случая, после которого Федорису Фатахову пришлось заново учиться есть и говорить. Мужчина рассказывает, трагедия произошла, когда он работал бурильщиком в строительной компании. Я 3 дыры пробурил, на 4 переставил и меня закусило что-то там. Во время работы бур зацепился за строительный мусор и начал падать. Намотал одежду и Федориса затянула под бур. Скорая увезла его прямиком на операционный стол. Мужчина оправился после случившегося через месяц и сразу связался с начальством. Но ни компенсацию за производственную травму, ни денег за больничный от компании, где работал Федорис, так и не получил. Когда будет больничный полностью на руках, тогда решим. Но у меня в то время еще на руках не было документов. Больничного не было. Ну я 7 месяцев был. Полностью документы принес, показал. Но он сказал, это не ко мне. Он сказал, я тебя не знаю и все. Все это время мужа и троих маленьких детей обеспечивала супруга Людмила. Несмотря на декретный отпуск, ей пришлось устроиться работать уборщицей в нескольких местах. Каждый месяц мы платим ипотеку 10 тысяч. Потом мы к варплату платим. Сейчас вот это пленение нету. Где-то у нас получается 3 600. Потом на питание, молочку я покупаю каждый раз. Каждый день я покупаю 3 литра молока. Федорис дважды обращался в суд. Но иски отклонили. У мужчины не оказалось документов, подтверждающих, что он действительно работал в этой компании. Остался только пропуск на строительный объект и отчет о денежных переводах с карты прораба. В компании не отрицают, такой сотрудник был, но за травму ответственности не несут. Случаи с производственными травмами одни из самых сложных в судебной практике, говорят юристы. Но адвокат Сергей Исаев считает, что отстоять интересы Федориса возможно и решил представлять его в суде. Судебным органам придется это все доказывать. И потерпевший будет доказывать, что он работал у него. Надо свидетелей и так далее. Перспективы есть в доказывании. Они на поверхности все. Строительная компания, в свою очередь, собирается подать на Федориса встречный иск о возмещении судебных издержек. Елена Прехина, Николай Свердлов, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.